Здравствуйте, я Виктор Артемьев, практикующий фермер. Работаю для удовольствия и для пользы. Расскажу вам про основные свои виды подкормки огурцов, которые я использую и могу порекомендовать вам. Одна из подкормок, эта подкормка сделана на основании яичной шкарлупы. В ведро примерно 10 литров воды, на нее высыпаем яичную шкарлупу. Не надо, ни в коем случае не измельчайте ее в кофемолке. Просто руками раздавили и высыпали. Размешали. И отставили в какое-нибудь спокойное, не холодное место. Можно на солнце, можно без солнца, отставили. Примерно раз в день, в два, не чаще перемешать. Примерно через 10 дней вы почувствуете, что раствор появился, стала немножко как бы скользкая вода. Это значит, что у вас прекрасный насыщенный раствор. Вы берете литр раствора на ведро воды и делаете корневую подкормку из расчета пол-литра примерно раствора, который у вас получился на одно растение, в зависимости от возраста, от всего. Это первая подкормка. Вторая подкормка сделана на основании золы. Мы берем, опять же, литр золы. Высыпаем примерно на ведро воды. Перемешиваем. И так же, как яичная шкарлупа, до 10 дней у вас происходит так называемая водная вытяжка. Получается раствор. Примерно через 10 дней литр раствора, его последние 2-3 дня перемешивать не надо, потому что все крупное, что может забиться, останет на дно. Вы черпаете литр, добавляете литр этой жидкости на ведро воды и тоже делаете корневую подкормку. Не стоит забывать, что в этой, в этом, в яичной шкарлупе больше кальция, а здесь у нас больше калия и фосфора. Плюс в обоих растворах множество самых разнообразных микроэлементов. Следующая подкормка, которую я применяю и рекомендую вам, это настой на крапиве. Свежевырванная, собранная крапива, можно и не свежая, без всякого измельчения, погружается в емкость с водой и в таком виде оставляется на несколько дней, покуда, извините, не появится неприятный запах. Появление неприятного запаха обозначает, что у нас микробы и другие организмы начали переносить питательные вещества, активные из крапивы, в раствор. Я вообще готовлю такой раствор не в ведре, а в бочке. Периодически добавляю туда воду и добавляю туда свежескошенную крапиву. Крапива, которая после того, как отдастся вещества, превращаются в голые стебли, которые прекрасно идут в дополнение в компостную кучу. После готовности раствора, повторяю, при появлении сильного неприятного запаха, литр раствора на ведро полтора воды. И этим раствором проливаются под корни ваши растения, неважно, это огурцы или другие, значит, какие виды культуры. Крапивы активно действуют. И единственное, что из-за неприятности появляется неприятный запах, гораздо больше неприятный, чем тот, который возникает при образовании питательных веществ в ящешкалупе. Крапива – одно из первых весенних растений, которые дают мощную зеленую массу. Имеет множество биологических особенностей, которые делают растения жизнеспособными. и, как говорят, агрессивным. Крапива растет только на питательной почве, поэтому имеет в себе весь спектр питательных веществ. И они быстро переходят в легко осваиваемую для других растений форму при вот таком, ну, может, не совсем правильно подсказано, не брожении, а при такой подготовке, когда растение, ну, как бы в собственном соку превращается в жидкое удобрение. Если вы понимаете, что вам, ваших растениям, не хватает кальция, вы будете применять подкормку на ящешкалупе. Если калия фосфора, можете применять подкормку на основе золы. Если вы хотите просто растение усилить при обильном урожае, которому все хватает, вы будете восполнять потерю питательных веществ с помощью настоя на крапиве. Как вариант, настой на крапиве вполне может быть заменен настоем водной вытяжки биогумуса. Биогумусом еще проще по его применению. Мы точно так же берем воду, насыпаем в эту воду биогумус, литр-два зависит от возможности. Размешиваем, и отставляем тоже на срок до 10 дней. Вообще, биогумус трудно растворимое вещество, можно так сказать. Поэтому, надо дать ей хорошо настояться. После того, как 10-15 дней прошло, а у вас это не единственная тара с биогумусом, вы сливаете получившийся раствор, добавляете в поливочную воду и даете растениям это действует как бальзам. Усиляет, помогает растению бороться с микробами, с болезнями и со всем остальным. И оздоравливает, позволяет активно плодоносить. После того, как вы сольете всю воду с вашей кухни по приготовлению жидкого раствора, оставшуюся массу в качестве подкормки вы возьмете и просто положите вдоль, по корням растений для того, чтобы питатели вещества оставшиеся ушли в почву и улучшили качество грунта на ваших грядках. Вот перед вами контейнер, где живет вермикультура. Причем эта вермикультура не та, которая мне производит биогумус, а та культура, которая, попутно производя биогумус, я получаю из него нормальный здоровый вермичай. Сюда я выкидываю пожневные остатки и отходы, которые идут после прополки, частично, потому что гораздо больше, но вот и сюда выкидываю зелень, которая после прополки. Первоначально она была пролита биодеструктором. Туда была подселена культура червей, и то, что я в начале недели накидаю до верха, через неделю оно проседает примерно на треть контейнера. Там образуется вермикомпост, и ему нужна влага. Я проливаю его водой. Излишняя влага стекает на поддон, а из поддона стекает в поставленной емкости. Из емкости я его большую часть переливаю в какой-то накопитель. Немножко совсем проливаю поверху, для того, чтобы свежеположенная трава получила запах и заряд микроорганизмов, необходимый для разложения вот этой массы. Поставляю коробку на место, и таким образом у меня накапливается большое количество верми чая. Как видите, он по качеству напоминает кока-колу, по цвету и по внешнему виду. Стакан верми чая на 20-30 литров воды и корневая подкормка. Пол стакана, ну 50-100 грамм верми чая на 10-15 литров в опрыскивателе. И мы делаем вне корневую подкормку раз. Борьба с разными болезнями грибковыми и другими по листву два. Мой опыт показывает, что утверждение ученых на тему, что опрысканная картошка верми чаем, очень не любят ее колорадские жуки, подтверждение я этому получил. Поэтому как для листогрызущих, так и для болезней. Это хорошее вещество, способ для того, чтобы получить хороший и здоровый препарат в своем огороде. И самое главное, что после того, как у нас масса будет переработана червями, мы получим практически полный контейнер шикарного биогумуса, который один, нет, два способа применения я вам рассказывал. При посадке растений под корень и при поливе или листовой подкормке. Если у вас пока еще нет биогумуса, который вы получили с помощью вермикультуры, то у вас по-любому, как у опытных огородников, будет находиться хорошо вызревший компост. Можно сделать то же самое, сделать водную вытяжку с компоста, добавляя его немножко побольше. И эту вытяжку использовать для корневой подкормки растений, так же, как на биогумусе. Но оставшуюся нерастворенную часть вы используете для мульчирования или для покрытия почвы по корневой системе ваших растений. Если, например, огурец имеет неправильную форму, ну вот посмотрите, вот к тому пример. Вот здесь две проблемы. Первая проблема – полив холодной водой. И огурец имеет грушевидную форму. Второй – этому огурцу не хватает микроэлементов, потому он согнулся. Значит, надо делать раствор на крапиве, на биогумусе. Не делать раствор, а применять раствор крапивы биогумуса для того, чтобы хватило необходимых микроэлементов питательных веществ. Если мы имеем каемочки по листам огурцов, не хватает калия, кальция. Значит, применяем уже, что есть. Ейча шкарлупа и зола. Данные растворы рекомендую готовить заранее. И по срокам выдержать не менее, чем я советовал. Более не страшно, менее они не дадут эффекта. Слив воду из яичной шкарлупы. И эту же шкарлупу можно использовать еще несколько раз. А потом оставшуюся массу просто раскидать по почве под осеннюю рыхление для того, чтобы улучшить структуру и передачу последних питательных веществ из шкарлупы в почву ваших огородов. А так, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok